А в Красноярской краевой филармонии состоялась генеральная репетиция уникального проекта Бернстайн-Гала от Академического симфонического оркестра под управлением маэстро Владимира Ланды и труппы «Свободный балет» Валерия Терешкина. На репетиции побывал и наш корреспондент Владислав Томашаускас. На этой сцене зрителям представят новую версию прочтения истории любви Марии и Тони. Ее часто сравнивают с историей Ромео и Джульетты. Все действия разворачиваются в Нью-Йорке в середине 1950-х годов и повествуют о противостоянии двух уличных банд – потомков белых эмигрантов и пуэрториканцев. Поклонники в эссайской истории, безусловно, захотят увидеть это новое прочтение музыкальной, полной драматического накала истории, объединенной красивой, энергетичной и острой хореографией от Валерия Терешкина в исполнении артистов его труппы. 14 лет учебы в Америке, изучение американской хореографии – это моя мечта. Здесь приходится в России адаптировать весь американский материал под россиян, а тут не надо адаптировать, тут чисто бернстайновская вещь – бернстайн. Ну, мечта. Музыкальные композиции, написанные бернстайном к мюзику, исполнит Красноярский академический симфонический оркестр. За дирижерским пультом – маэстро Владимир Ланда. Именно ему принадлежит идея превратить концертное исполнение в грандиозное шоу. Откроем мы этот концерт другой увертюры к другому произведению бернстайна – «Кандид». Мне хотелось показать разнообразие этого композитора. Ну, а поскольку для тех, кто смотрел фильм «Висайская история», они знают, что там и движение, танец, и массовые хоровые сцены, и солисты, и вокалисты, и оркестр, то все это, собственно говоря, является компонентами нашего большого концерта. Вокальные партии исполнят солисты Красноярского музыкального театра – Алексей Орлов, Надежда Гривцова, Андрей Луговской и Марина Вишневская. Кто победит – потомки белых эмигрантов или пуэрториканцы – узнаем уже завтра в 19.00. Концерт пройдет в Красноярской краевой филармонии. Владислав Тамашалскас, Александр Шихаданов. Вместе Красноярск.